всем привет разбавим ролики о виски немножко на обзоре ром первый ром который появляется на моем канале myers duck room темный ямайский ром известен он с 1879 года маркой владеет вездесущая корпорация diagio изготавливается из милассы ну или как папаки побочный продукт производства сахара из тростника это купаж из нескольких ромов по-моему даже может быть до 9 дистиллируется методом под стил выдерживается в бочках из-под белого туба до четырех лет может выдерживаться наверное выдерживается чаще всего используется он все-таки в коктейлях позже поймем почему но в кулинаре еще такой он густой но в то же время бегать бодро но оставляет за собой такую масляную пленочку запах пошел сразу конечно по всей комнате очень своеобразный у него аромат сильный при сильный то есть карамель ваниль этот тростниковый сахар из кто сироп дел из тростникового сахара вот так пахнет в сто раз сильнее чем просто сироп чем-то еще маленькая есть медицинский как сироп подкашляет может быть про пробовали использовать что-то такое есть медицинский но совсем слабо вот ну попробуем на вкус в общем-то нужно болтать добавить ну я чуть-чуть поэтому очень-очень своеобразный у него аромат на такой не для каждого он подойдет пить его просто так чистым или вот со льдом наверно вряд ли кто-то будет то получать это удовольствие карамель ваниль все во вкусе есть тростниковый сахар этот но как бы узнать вкус горелой не просто как вот карамель а горелой карамель если делали раньше самодельный леденцин на палочке вот если перри пережарить карамель сахар вот что такое потом есть горечь довольно сильная горечь после как только сладость проходит остается во рту неприятные и вкус и послевкусие долго очень горькая то есть неприятная то есть сначала идет сильно притомно сладкий забивающая ваниль карамель тростник потом горечь она перекрывает как бы вот и чувствуется в нем влияние бочки тоже такой деревянные деревянные нотки все-таки четыре года есть четыре года но может быть четыре года тут и выдерживаться не знаю очень не чистым не со льдом я его не советую с колой допустим отлично идет то есть вот стандартный коктейль до ром кола маленькая рома и потом добавляйте добавляйте по вкусу колы пока вас не начнет все устраивать но естественно ледно бахт вот соками тоже практически со всеми отлично отлично идет ну не только колота лимонады всякие пробуйте потому что напиток для коктейли изумительный просто он добавляет много во вкус так ну рецепты вообще коктейли есть тут у него на контур этикетки такие стандартные но давайте будем с вами оригинальными попробуем что-то замиксовать новое ну как новое новое для меня давайте в рома сделать коктейль рузвельт как президент американский рузвельт для этого нам понадобится этот ром ну давайте сразу тогда и смешивать стаканчик для этого нам понадобится 50 миллилитров рома так еще половинку 50 далее 7 10 миллилитров апельсинового сока свежевыжатого выжил конечно этот его 7 так ну это примерно будет совсем маленько примерно так почему-то всегда кто посмотрел рецептов предупреждают чтобы не переборщить апельсиновым соком неужели он так сильно влиять посмотрим и так 20 миллилитров extra dry мартини можно кроме мартини еще что спорно у меня есть мартини давайте используем его 20 миллилитров это опять же примерно вот так и еще нам нужно буквально четверть чайной ложки сахара распьем ром возьмем как раз тростниковый сахар наверное имеется ввиду четверть горки что этом вот этого вполне достаточно и естественно лед добавляем лед смешиваем все это ну давайте вот так лучше добавим побольше льда но будем меньше взбивать чтобы коктейль не стал сильно водитель вот я думаю достаточно давайте попробуем отлично лед не растворился лишь охладил замечательно ну че еще давайте украсим нас уж мы начали апельсин у нас есть возьмем вот так вот украсим наш коктейль можно цедру было наше сделать зачем что мне самому интересно что получилось давайте дегустировать наш коктейль рузвельт в меру сладкий хоть и сам ром сладкий и сахар мы еще добавляли ну такой апельсин не испортил ничего апельсин наверное я налил правильно чувствуется некоторая цитрусовость но она не превалирует ну интересный коктейль в общем то не скажу что мне он очень понравился что я буду делать его еще но пить его вполне можно то есть если заняться нечем и хочется как-то разнообразить свой вечер попробуйте может вам понравится мне как-то не очень честно говоря лучше я буду запивать эту бутылку рома просто сколы тоже мне так понравилось больше ну что осталось отметить ром этот не недорог совсем где-то я его покупал в переводе на русские рубли она около тысячи отдавал за литр но это я покупал в дьюти-фри в магазинах я его почему-то не встречал может он не поставляется официально не знаю то есть совершенно недорогой напиток но мне кажется в баре вот кто любит ромы он занял бы свое место потому что имеет такой свой характер ну все наверное на сегодня если понравилось подписывайтесь на канал вставляйте комментарии вопросы буду рад ответить пейте только для удовольствия вот для каких-то экспериментов таких не для опьянения был рад показать вам что-то новое с вами был как всегда алкоголь всего вам хорошего пока